Юбилей Конституции Российской Федерации внес коррективы в расписание 10-ти классников 43-й школы Ярославля. Вместо первого урока чаепития, вместо учителя министр просвещения России. Перед большой встречей большие приготовления. С самого утра школьники наводят порядок в классе, выставляют угощения, но кажется, больше всех волнуется завуч. Все будет хорошо, все пойдет хорошо, не переживай. Есть будем. Но самое главное в головах. Даты, лица, события, блеснуть знаниями перед министром здесь готов каждый ученик. В Российской Федерации первая Конституция была принята 12 декабря 1993 года, а в СССР в 1918 году. Это основной закон Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической силой. Так что еще? Ну, она состоит из преамбулы. Получается двух разделов. Строго со звонком в классе появляется Ольга Васильева. Под прицелом камеры общались недолго. А вот ТДТ от министра и школьников длился больше часа. Говорили о Конституции и ее профессиональном празднике. Это были очень взвешенные, очень взрослые ответы о тех правах и обязанностях, которые есть у каждого гражданина Российской Федерации. Главное, что они понимают свою ответственность. Мне очень приятно общаться. Вообще с детьми приятно общаться, а вот с такими замечательными здесь, на Ярославской земле особенно. При этом общении ушли за пределы главной темы. Удалось пообщаться о самом наболевшем – ЕГЭ. Очевидная перспектива десятиклассников. Министр просвещения сказала, что обязательно ведут историю и английский язык в 2020-м, как пробное. На тему образования, на тему того, как поступать, кем быть, на тему даже уроков профориентации поговорили. Какие-то, может быть, советы министр просвещения дал в школе? Да, учиться, учиться, еще раз учиться. Эту крылатую фразу Владимир Оленин знает каждый, но ведь именно он и стал автором первой конституции Советской России. Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Ровно сто лет назад. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях. Продолжение следует...